Доброго времени суток, уважаемые любители вольной борьбы! В этом выпуске мы поговорим о десятке лучших борцов в весе до 86 килограммов, учитывая результаты выступления атлетов на Олимпиадах, Чемпионатах мира и континентов, начиная с 2000 года. На 10 место мы поставили иранца Хасана Яздани. Многие удивятся, что один из сильнейших средневесов современности, Олимпийский чемпион и находится в конце списка. Однако надо понимать, что золото Олимпиады он выиграл в другом весе, а именно в 74 килограмма. А в категории до 86 килограммов в его активе есть два титула чемпиона мира, завоеванные в 2017 году в Париже и в 2019 в Нур-Султане, а также бронза этих соревнований в 2018 году в Будапеште. В том же 2018 Яздани стал золотым медалистом и азиатских игр. А вот награды с Олимпийских игр у него нет, и в этом плане он единственным в этом списке. Возможно, что уже в ближайшее время Хасан восполнит этот пробел. Возможно, а возможно и нет. Этого никто не знает, и поэтому пока только 10 место. Девятую строчку рейтинга занимает также иранец Эхсан Лашгари. Выходец из города Казвин, что на севере Ирана, самого высокого достижения в карьере добился в 2012 году, завоевав бронзу на Олимпийских играх в Лондоне. Медали аналогичного достоинства он удостоился и годом позже на чемпионате мира в Будапеште. А вот на континентальных соревнованиях Эхсан побеждал четырежды. Впервые он поднялся на верхнюю ступень чемпионата Азии в 2009 году в Таиланде. В следующем сезоне в Индии и в 2012 в Южной Корее повторил этот результат. А вот после победы на этих же соревнованиях в 2016 году в столице Таиланда, Лашгари повесил борцовки на гвоздь. Ему на тот момент был 31 год. На девятое место претендовал также призер Олимпиады и чемпионата мира Давид Масагишвили. Но грузинский вольник уступает иранцу по медалям на континентальных соревнованиях. Восьмая ступень достается кубинцу Йоэлю Ромеро. Этот вольник в 2000 году дошел до финала Олимпийских игр в Сиднее, завоевал медали всех достоинств на чемпионатах мира, побеждал на панамериканских играх и шесть раз на чемпионате своего континента. Однако в зачет рейтинга попадают не все награды. К примеру, на чемпионате мира он победил в 1999 году, а бронзу этих соревнований добыл еще раньше. Поэтому из результатов на главных ежегодных соревнованиях в мире под наши критерии попадают серебряные медали в Тегеране в 2002 году и Будапеште в 2005 году, и бронза на чемпионате мира в Софии в 2001 году. Также зачет идет золота на панамериканских играх 2003 года и три такие же медали на чемпионатах панамерики 2001, 2004 и 2007 годов. После триумфа на последнем из континентальных чемпионатов кубинец завершил карьеру в вольной борьбе и сразу перешел в смешанные единоборства. Сейчас 43-летний спортсмен известен в мире ММА под прозвищем «Солдат Бога» и занимает третью строчку в ряду средневесов в официальном рейтинге UFC. На седьмом месте расположился россиянин Георгий Китоев. Пик карьеры этого воспитанника осетинской школы борьбы пришелся на 2007-2008 годы, в которые он завоевал медали на всех официальных международных соревнованиях, в том числе бронзу на Олимпийских играх в Пекине. Осенью 2007 года Георгий победил на чемпионате мира в Баку. В том же сезоне поднялся на верхнюю ступень пьедестала на Евро в столице Болгарии, а в следующем году повторил этот результат на чемпионате Европы в Финляндии. На этих континентальных соревнованиях у Китоева также есть серебро 2009 года в Вильнюсе, но уже в весе до 96 килограммов. С 2016 года Георгий начал выступать под флагом Армении, принял участие в Олимпийских играх в Рио, а также в составе новой сборной завоевал бронзу Парижского чемпионата мира 2017 в полутяжелом весе. Последний раз 34-летний войник выходил на ковер в 2018 году на чемпионате мира в столице Венгрии. Шестую строчку рейтинга также занимает россиянин Сажид Сажидов. Уроженец высокогорного Цумадинского района Дагестана на международном взрослом ковре впервые громко заявил о себе в 2001 году, победив на чемпионате Европы в Будапеште. Этот результат он повторил и в следующем году на Евро в Баку, а в 2003 завоевал титул чемпиона мира в американском Нью-Йорке. На Олимпийские игры в Афине ученик заслуженного тренера России Майбека Исупова отправлялся в качестве одного из главных фаворитов, но с Греции Сажиду было суждено вернуться не золотой, а с бронзовой наградой. В 2006 году в китайском Гуанчжоу махачкалинец во второй раз в карьере стал чемпионом мира, а через год после этого завершил карьеру борца. В 2011 году Сажид Сажидов возглавил сборную Дагестана по вольной борьбе, а с 2018 года 40-летний спортсмен совмещает эту работу с должностью президента Федерации спортивной борьбы Республики Дагестан. Первую пятерку замыкает американец Кайл Сандерсон. Этот вольник считается лучшим борцом в национальном стиле фолк-стайл, который практикуется на популярных в США университетских чемпионатах. Кайл четырежды выигрывал эти соревнования, что за всю историю, кроме него, удалось еще только троим борцам. Сандерсон завершил выступление на студенческих чемпионатах США с рекордным показателем – победами в 159 поединках подряд. Естественно, что на домашнем чемпионате мира по вольной борьбе 2003 года этот сверхпопулярный на тот момент в стране борец считался главным фаворитом. Но в финале он уступил россиянину Сажиду Сажидову и стал только вторым. В том же сезоне он завоевал бронзу на панамериканских играх. Зато через год в Афинах этот вольник добился результата, о котором мечтает любой борец – поднялся на верхнюю ступень кидестала Олимпийских игр. Других регалий на международном официальном ковре американец не снискал. Кайл завершил карьеру в 2011 году, после чего успешно работал тренером в Пенсильванском университете и даже признавался лучшим тренером страны в 2012 году, а также входил в тренерский штаб сборной США. Четвертое место достается еще одному россиянину – Адаму Сайтию. Младший брат одного из лучших атлетов в истории спортивной борьбы Буайсара Сайтиева добился выдающихся результатов в своей карьере, также представляя Красноярский край. В 2000 году в Сиднее 22-летний Адам, выступавший на Олимпиаде недовеском, во всех проведенных поединках уступил соперникам только один балл, а в финале уложил на лопатки кубинца Йоэля Ромеро. На тот момент Адам уже был чемпионом мира и Европы, но, как мы и договорились, награды, завоеванные до 2000 года, в зачет рейтинга не идут. Впрочем, еще одну Европу Хасавютовец выиграл как раз в Олимпийский год в Будапеште, а в 2006 году в Москве повторил результат. Добился Адам и звания двукратного чемпиона мира, став золотым медалистом на этих соревнованиях в 2002 году в Тегеране. В 2008 году Сайтиев-младший было покинул большой спорт, но после почти 4-летнего простоя решил вернуться и даже выиграл Олимпийский квалификационный турнир в Софии, однако отобраться на саму Олимпиаду не сумел, слишком уж долгой была пауза. Сейчас 41-летний мастер живет в родном Хасавюрте и работает простым тренером в спортшколе, названной в честь братьев Сайтиевых. Одним из самых ярких его учеников является призер чемпионата России Розамбек Жамалов. На третьей строчке расположился Реваз Миндарашвили. Выходец из грузинского города Гурджаани завоевал золото Олимпийских игр в 2008 году в столице Китая. Для 10-летнего на тот момент спортсмена это уже была вторая Олимпиада в карьере. В Афинах он не добрался до пьедестала и после Пекина он повесил борцовки на гвоздь. Спортивный путь у Реваза получился достаточно урожайным. Он является обладателем наград всех достоинств на чемпионатах мира. В 2005 году в Будапеште Реваз стал чемпионом, в следующем году в Гуанчжоу завоевал серебро, а до этого у него уже была бронза чемпионата мира 2003, прошедшего в Нью-Йорке. На континентальных чемпионатах Миндарашвили также завоевал медали всех калибров. Золото в 2003 году в Риге, серебро в Анкаре 2004 и Тампере 2008 и бронзовую медаль в 2002 году в Баку. После окончания спортивной карьеры Реваз посвятил себя тренерской работе, а с 2012 по 2017 год возглавлял сборную Грузии по вольной борьбе. Сейчас 43-летний титулованный вольник трудится в борцовском клубе, созданном им на свои собственные средства. На втором месте нашего рейтинга представитель Азербайджана Шарип Шарипов. Воспитанник Дагестанской школы борьбы перешел под флаг соседнего государства в 2008 году и уже через год принес в ее копилку бронзовую медаль чемпионата мира в Дании. В следующие два сезона он завоевал серебро Евро-2010 в Баку и бронзу на этих соревнованиях в 2011 году в Дортмунде, а также поднялся на верхнюю ступень пьедестала чемпионата мира 2011 в Стамбуле. Самым успешным для Шарипа стал 2012 год, в который он покорил олимпийскую вершину в столице Англии. Через 4 года в Рио он снова поднялся на пьедестал олимпийских игр, но уже на третью ступень. Таким образом, в списке наград выдающегося вольника не хватает лишь золота с чемпионата континента. Точнее, он завоевал золотую медаль чемпионата Европы в 2019 году, но в категории до 92 килограммов. Эта награда, равно как и серебро на евро в Каспийске и такая же медаль на чемпионате мира в Нур-Султане, в зачет рейтинга и попадает. На данный момент 31-летний борец, завоевавший в Казахстане олимпийскую лицензию, готовится к отбору на игры в Токио в весе до 97 килограммов. Возглавляет наш список, конечно же, Абдул-Рашид Садулаев. Этого борца за границей называют «русский танк» за его мощный атакующий стиль борьбы. В 2016 году в бразильской столице уроженец высокогорного Чаратинского района Дагестана стал одними из самых молодых олимпийских чемпионов. Это был последний старт танка в весе до 86 килограммов, в котором он дважды в 2014 году в Ташкенте и в 2015 в Лас-Вегасе удостаивался титулов чемпиона мира. В блестящем стиле побеждал на чемпионате Европы 2014 года в финском Вантае и в 2015 году на первых европейских играх в Баку. Абдул-Рашид в категории до 86 килограммов не проиграл ни одного поединка на официальных международных стартах. Его победная серия в этом весе началась в январе 2014 года и на момент перехода в полутяжелый вес насчитывала 68 схваток. С 2017 года махачкалинец выступает в категориях до 92 и 97 килограммов. За последние три года он дважды праздновал победы на чемпионатах мира и однажды доходил до финала этих соревнований, а также четырежды побеждал на континентальных соревнованиях. Сейчас Абдул-Рашид является мировым лидером в полутяжелом весе и многие специалисты предрекают ему золото на Олимпиаде в Токио. Это была наша версия ТОП-10 в весе до 86 килограммов за последние 20 лет. У вас могут быть свои мнения о десятке лучших. Мы их уважаем и ждем в комментариях. Если понравилось видео, ставьте лайк и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok